Вы смотрите ННТВ в прямом эфире интерактивный канал День за днём. В студии Оксана Ткаченко Илья Приходько. Здравствуйте! На календаре пятница и в общепринятом понимании, конечно, пятница не рыбный день. Но мы сегодня приняли решение рассказать вам о пользе рыбы, потому что по последним данным в ЦИОМа рыбы россияне стали есть всё меньше и меньше. А почему? Потому что переживают. Негде найти качественную продукцию. Ну что, день за днём половим рыбку. Поехали! Продолжение следует... Помните, как буквально несколько недель назад мы здесь дегустировали арбуз, пытались выбрать, какой арбуз правильный, потому что как раз настал сезон покупать те самые бахчевые? Сегодня поговорим о качественной рыбе. Попробуем вместе с вами разделать рыбу, приготовить рыбу. А всё почему? Мы хотим привить вам культуру еды рыбы. Рыбного потребления, можно так сказать. Вообще, как мне кажется, в советское время вот этот рыбный культ был таким всепоглощающим. Даже был специальный рыбный день, и когда все сотрудники ходили в ведомственную столовую, был прямо рыбный день, и избежать его никак нельзя было. Вот не дала ты мне договорить, а я-то хотел рассказать про рыбий жир. Помните, вот эти вот мерзкие вот эти вот потом таблеточки появились, не таблеточки, а такие гранулы, да, для тех, кто с ложечки не хотел. Вот я немножко всё это дело застал, но как-то сейчас про рыбу говорят меньше, в основном про курицу или считают свинину, говядину и так далее. И в ЦИОМ, кстати, фиксируют изменения в общественных настроениях относительно рыбы. Иногда приходят социологи на улицах, люди встают, говорят, что ты ешь. Настроение, между прочим, зависит, во-первых, от возрастной категории, а во-вторых, от округа. Но вся же страна делится на округа. Так вот, в Привожском федеральном округе больше всего любителей и фанатов рыбы. Чуть меньше в северо-западном, сибирском федеральных округах, а дальше дальневосточном и так далее. Вот Дальний Восток меня удивляет, вот там потребителей рыбы должно быть как раз много. Они просто всё успевают продавать на других рынках. Мы агентируем вас ещё и заходить в наше официальное сообщество ВКонтакте. Там для вас мы приготовили, как всегда, некий социологический срез. Он элементарный совершенно. Мы, конечно, не в ЦИОМ, но нам интересно на Нижегородскую почву какие-то исследования преломлять. Вопрос с тремя вариантами ответа. Как часто вы вообще употребляете в пищу рыбу? Такой вопрос мы задаём вам в социальной сети ВКонтакте. Вариант первый – один раз в неделю. Для тех, кто понимает, что рыба – это не просто тот, кто плавает по реке или в аквариуме, а действительно полезное такое вещество, которое необходимо организму. Есть второй вариант для голосования? Раз в месяц и не больше. Вот это, скорее, наверное, мой вариант, потому что у меня к рыбе такое очень компромиссное, на самом деле, отношение. Госточек боишься? Я просто мыть потом всё это очень долго. Посуда очень впитывает запах рыбы. Это лень тебя побеждает. Это точно, да. Поэтому тут, скорее, не то, чтобы я не хотел есть, может быть, чаще, а мне просто лень потом за собой убирать посуду. И вариант третий для голосования – очень редко или не ем вообще. Жаль мне этих людей, потому что они лишают себя приятной возможности вкусить волшебную рыбу. Даже вот у нас из Волки. Ведь говорят, что даже стерлить можно поймать, если ты большой любитель рыбалки. Следующий, правда, вопрос – можно ли её при этом есть, учитывая разные экологические аспекты, которые на разных... Это другая тема, другая программа. Давайте не будем об этом. Напоминаем, что вы можете проголосовать в нашем опросе в социальной сети ВКонтакте. Спрашиваем, как часто вы рыбу вообще в пищу употребляете? Ну, ведь рыба рыберозь, например, да? Я знаю, что здесь вообще очень много, как мне кажется, Оксан, гурманов, когда речь идёт о рыбе. Кто-то ведь начинает говорить, что я люблю исключительно океанскую рыбу. Кто-то любит речную и наоборот не люблю. Обратимся опять же к данным в ЦОМ, на которые мы сегодня ориентируемся в течение всего нашего эфира. Во-первых, есть фанаты рыбы. Вот каждый пятый говорит о том, что любит рыбу и часто её покупают. Есть эстеты, которые говорят, что любят рыбу, но считают, что сложно найти продукт хорошего качества. Поэтому покупают продукт рыбный реже, чем хотели бы. Есть рациональный, таковых 17%. Они покупают рыбу умеренно из-за полезности и доступной цены и хотели бы есть чаще, но не получается. И вариант лидер – 39%, которые едят рыбу достаточно часто. Таковых тоже много. Это точно. Но мы давай сейчас натурализируем, я думаю, наш разговор, потому что есть замечательная рыба, которая называется СОМ. Она очень вкусная, полезная. И мы сегодня на примере этой замечательной рыбы расскажем, во-первых, как её выращивают, как её правильно готовить, в конце концов, как она выглядит, потому что наверняка, уверен, многие не знают. Как разделывать? Тоже многие ведь не знают. Ну, давай, ты прав. Давай уже визуализируем и всё увидим своими глазами. Исполнительный директор, глав рыбы Михаил Голубев появляется в нашей студии и не с пустыми руками. Прямо сразу с глав рыбы. Михаил, приветствуем. Здравствуйте. Я вам привез вкусного СОМа. Красавца такого. Нет, к сожалению, уже нет. Слава богу. Ну, довольно крупная рыба. На самом деле, немножко волнительная. Да, довольно крупная. Присаживайтесь. Спасибо. Это вот большая особь, которую мы видим сейчас? Ну, это средняя особь, да. Бывают особи больше, но в основном они вот такого размера идут. Это вот самый правильный вариант, который стоит приобретать. Как выбрать хорошую, качественную рыбу? Потому что мы смотрим, и россияне хотели бы покупать чаще рыбу, но переживают о том, что выберут некачественный продукт. Ну, в первую очередь, в рыбе это свежесть. Вот как её понять? Получить... Рыба сама ведь не скажет, да, что она. Да, рыба сама не скажет, но это очень явно выражается в запахе. То есть, если вы чувствуете запах, вот я не знаю, вы ходили, наверное, в магазины рыбные, да, там стоит рыбный запах. Особенно небольшие какие-то. Не всегда приятный. Вот это в основном говорит, что рыба не свежая. Но если кто-то ездил на рыбалку, он знает, как пахнет свежая рыба. То есть, это совсем другой аромат и совсем другое понимание. А визуально можно понять, на что посмотреть? Вот говорят, жабры посмотреть, там белые, небелые, красные, небрасные. Вот, глаза должны быть как бы уже небелёсые. То есть, вот такое качество должно быть. Опять же, не должно быть какого-то налёта на нём, на самом. То есть, тогда это понимание, что... Ну, и запах. Первое, что это запах. То есть, запах свежепойменной рыбы. Потому что, ну, мы в основном приводим только свежепойменную рыбу. Мы не возим ни вчерашнюю рыбу, никакую. То есть, это... Она вот прямо свежа. Сегодня. Сегодня она ещё плавала. Вот, смотрите, по поводу самов есть такое предубеждение. И у меня оно тоже было, пока я не увидела этого экземпляра. Я просто помню, когда папа с друзьями ходил на рыбалку и вылавливали самов. Запах неприятнейший. Потому что ил, потому что тина. И всегда говорили, что сам такая грязная рыба. Чистильщик такой, да? Да, ну, это опять же пошло откуда. Это аквариумов. Потому что в аквариуме сам — это чистильщик. В тех же реках самы считаются падальщиками, да? У нас рыба, она на самом деле — это хищник. То есть, она кормится специализированным кормом, но они могут и себя даже там... Если перестанешь кормить, они начнут поглощать сам себя. То есть, это хищник страшнейший. Всё как у людей, я бы сказал. Всё как у людей. Михаил, ну, чтобы наши телезрители понимали. То есть, это не выловлено ни в коем случае ни в реке, ни в Оке, ни в Волге. Это специально выращено из специальных условий. А как выглядит вот эта вот сама... Большой бассейн, большая чаша? Да-да-да, что это? Это ёмкости. Большие ёмкости, да. В которые заливается очищенная, подготовленная вода. Подключается биологический фильтр, который идёт очистку всех биологических выходов из рыбы. И плюс фильтр механический, который убирает все примеси и тому подобное. Вода там постоянно циркулирует, очищается. И рыба плавает в чистой воде, то есть, она у нас находится, как сейчас принято говорить, на самоизоляции. То есть, никакие вирусы, никакие бактерии, никто ей занести не может. Это такой сложный довольно бизнес, потому что всё нас же поддерживает комфортную среду. Любой бизнес нелёгкий. Ну, мне кажется, вот это очень сложно делать. Это очень удивительно. Но зато качество продукта, которое получается на выходе, он перекрывает все вот эти трудности, сложности, которые мы испытываем. То есть, мы хотим, чтобы нижегородцы получали свежий натуральный продукт, которого, на самом деле, на рынке сейчас очень сложно найти. Компания «Главрыба» эту задачу для нижегородцев решает. Почему многие, опять же, боятся покупать рыбу? Разделывается можно. Оксана, мне кажется, ты её не просто покупать бы, ты её просто боишься сейчас. И непонятно как. Вот как мы можем победить сама? Мы видим, что вы принесли два инструмента с самой, подготовили перчатки. Достаточно двух ножей, да. Ну, давайте, показывайте мастер-класс, как её легко и непринуждённо победить. Ну, во-первых, что нужно с самым? Ну, какие прелести сама вообще в целом? Нет чешуи. То есть, его не надо зачищать. Его достаточно помыть, то есть, убрать у неё верхний слой, как бы, ну, кожи это. Это верхний слой кожи. То есть, это он такой жидкий, его ощущается. Гладенький, гладенький. Хвост чешуя – это не босома, да? Дальше у него есть, ну, как сказать, на черепе тут такой выступ. Его нужно нащупать и, соответственно, туда приложить нож. Так, вот это с этого надо начинать, собственно, разделку сама. Да, с этого, то есть, отрезается голова, отрезается голова, голова убирается. С двух голов можно заварить замечательную уху на семью из пяти человек. Две головы, пять человек уха. Тут, получается, щёчки уходят в уху, в голове много мяса, язык, нижняя часть, это мясо, всё уходит в уху. Остаётся хвост. Остаётся хвост и брюшки. Вы практически как друзья, мне кажется, сейчас все нюансы знают. Ну, как бы, когда познакомились, очень сдружились, так я уже очень хорошо начал его изучать сначала, хорошо изучил на данный момент и понимаю, что на самом деле это рыба удобная. Максимум, что человек испытывает дискомфорт, это отделение головы, потому что, ну, хребет нужно, у большой рыбы сложно перерезать. В таком случае, то есть, мне можно... Да, друзья, давайте мы решимся... Друзья, внимание, звучит барабанная дробь. Давайте я даже тогда отойду, а Михаил возьмёт все инструменты необходимые и это сделает. Звучит барабанная дробь. Повторюсь, нужно нащупать кончик черепа здесь, отросток идёт. Вот здесь находится отросток. И от него начинать отрезать. Делается надрез, упирается в косточку. Если косточку невозможно разрезать ножом, делается надлом. Ух ты, это так легко открывается всё. Всё, дальше она... Так, подождите, я не доломил чуть-чуть. Так, всё в прямом эфире, друзья, происходит. Мраморный сом прямо сейчас обретает формы, которые позволят ему посетить стол, я бы сказал, любого абсолютно нижегородца. К сожалению, как бы у нас сейчас тут пойдёт это. Так, мы сейчас поможем наверняка специальными средствами, которые вам... Да нет, средства ничего, я дальше объясню как. Дальше вспарывается брюшко. И если вам нужно филе, то есть вы срезаете по спине, вот, ну, до хвоста. То есть у вас получается филе. Это сложно сделать, потому что вот курицу даже в филе достаточно... Ну, мне нужно тогда дополнительную тару, чтобы мне убрать потроха можно было. Можем ли мы вот взять то, что сейчас лежит, для того, чтобы... Да, мы сейчас попросим передать наших коллег сюда всё это в студию, друзья. Чего только не происходило в прямом эфире. У вас тут, да, красивый стол и не хотелось бы на него звонить. Мы потом наведём порядок, не переживайте. Самое главное, чтобы мы сегодня зрителям могли объяснить, как это всё работает. Да, мне передали специально. Не, на самом деле в этом нет ничего сложного. И любой человек, который хоть раз имел возможность поработать с рыбой, он всегда поймёт, как это всё делается. То есть вынимаются внутренности, зачищается всё. На самом деле, я вот смотрю на Михаила сейчас, и он вообще не прикладывает каких-то космических усилий для того, чтобы... Нет, это всё делается. Это может сделать любой, даже неопытный человек. Я сам, когда начал работать с самым, у меня не было опыта по разделке крупной рыбы или ещё что-то. Не было опыта по филированию рыбы или ещё что-то. Михаил, как вообще вы пришли к этой теме, к разведению самым? Извини, перебью. А в этом молоке мы сейчас достали? Да. Это же рыба. И ещё у неё очень хорошая печень, потому что она чистая, потому что он живёт в чистой воде, питается специализированным кормом. И у неё очень чистая печень, и она не уступает по своей пользе и вкусноте печени трески. Вот это да. Со всех сторон полезный продукт мраморной сомы, о котором мы сегодня говорим. Мы будем не только разделывать сома, но и готовить практически в прямом эфире сегодня. Шеф-повар Андрей Сулима готов приступить к своей работе. Пока ещё не готов, но тем не менее, насколько я понимаю, процесс уже идёт, и мы в ближайшее время с ним свяжемся для того, чтобы с поваром высокого уровня поговорить о пользе рыбы и что можно с ней сделать. Готов. Да, вот готов. Сейчас мы в прямом эфире. На видеосвязи сейчас появится как раз Андрей Сулима с нашей студией. Андрей, приветствуем. Надеемся, что видно и слышно должно быть нас в прямом эфире. Андрей, Андрей Сулима со своей кухней должен быть. Андрей, привет. Андрей, приветствуем. Андрей, всё хорошо, только мы не слышим Андрея. Не слышно почему-то нам Андрея. Да, возможно, есть проблемы с качественной связью. Это прямой эфир, поэтому здесь бывает всякое. Сейчас попросим Андрея, может быть, ещё раз связаться или как-то ещё раз нам два слова сказать, чтобы мы всё услышали. Андрей, нет, к сожалению, не слышим мы сейчас. Андрей, давайте перезвоним ему. Я уже начал его слышать в последний момент. Отлично. Всё-таки я вернусь к вопросу, который я Михаилу задам. Михаил, как в вашей жизни, в общем-то, такого грамотного мужчины появился вдруг мраморный сон? С какого момента это произошло? Ну, я практически большую часть своей жизни проработал в дистрибуции продуктов различных. Последние, наверное, лет 8 я был в мясном бизнесе, да, то есть я очень много видел, очень понимаю качество продуктов наших нижегородских, да. И очень многие мне, ну, точнее, как бы, очень многие продукты у меня под вопросом, насколько этот продукт... Насколько качественный? Да, качественный и полезный. В розничном магазине, в обычном розничном магазине зачастую, как бы, мне очень сложно купить продукты, потому что я читаю состав и понимаю, что... То есть я не жертва маркетолога, да, то есть, а я хочу натуральный продукт получить. Вот, а когда меня познакомили с этим продуктом, то есть я понял, что вообще такого у нас на рынке нету. Вот, и этот продукт, как бы, доступен для нашего региона, доступен для того, чтобы его разводить в нашем регионе, то есть это все реально, и его нужно просто донести до потребителя, что он очень сильно отличается от сама речного, потому что, ну, у всех, как бы, вот, как вы начали, да. Как я и говорила, да, есть такое предубеждение, да, 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 хотя вот сейчас совершенно точно могу сказать, вот запах в студии свежей рыбы, нет, он присутствует, а вот какого-то, да, негатива совершенно нет. Если вы будете готовить того запаха рыбы, который вы получите там от других видов, вы никогда не ощутите. Сом – это особенное. Ну, он живет в чистой воде, он не впитывает в себя никакой гадости, чтобы она плохо пахла. Он пахнет самим собой, так же каждый из нас как. Если будет человек жить в свинарнике, извините, он мне будет пахнуть свиньей. Вот, точно. Давайте попробуем еще раз связаться с Андреем Сулеймашев, повара, с нами еще раз пытается выйти на связь, для того, чтобы мы смогли с ним пообщаться и выбрать то блюдо, которое мы будем сегодня готовить. Андрей, раз-раз. Привет. Вот, отлично, теперь слышно, привет. Андрей, можете тоже привет передавать. А мы уже видели. Уже виделись. Андрей, вот мраморный сом, насколько это благодарное блюдо, я не знаю, благодарный материал, из которого можно сделать какие-то интересные вещи, которые и выглядели бы красиво, и пользовались бы, не знаю, успехом у тех, кто любит поесть. Мраморный сом – это точно тот продукт, который не будет никогда пахнуть тиной и чем-то посторонним, в отличие от дикого сома. Мраморный сом очень удобен в работе, и с ним можно приготовить огромное количество блюд. Андрей, да, а вот насколько часто нижегородцы, когда приходят в ресторан, заказывают что-то из рыбы или предпочитают другое что-то – мясо, птицу, овощи на гриле? Рыбу, безусловно, едят реже, чем мясо или птицу, но сейчас все меняется, потому что есть к рыбе отношение, особенно к речной, что она, во-первых, костлявая, во-вторых, у нее есть запах, привкус, в-третьих, не все повара умеют ее готовить, поэтому гости реже ее заказывают, но мы сейчас с коллегами работаем над тем, чтобы рыбу ели больше, и как раз мраморный сом в этом нам помогает, потому что он без костей, его очень легко обрабатывать, и он очень вкусный. И готовить одно удовольствие, и кушать одно удовольствие. Еще он доступный. Доступный. Кстати говоря, вот о доступности, мы как-то, да, вот обходим эту историю, сколько стоит, я не знаю, вот такая вот особь, которая вот сегодня на нашем столе находится? Вот такая особь стоит 350 рублей за килограмм. Всего? А в нем сколько было килограммов? Ну, в нем полтора килограмма было. То есть около 400 рублей где-то получается, да? Но зато сколько всего можно сделать, и уху приготовить, и еще что-то можно сделать. Вот что можно сделать еще, спросим у Андрея. Андрей, что мы сегодня будем вместе с вами готовить? Сегодня я вам приготовлю, и, между прочим, приготовлю всего минут за 20, максимум 25, запеченный в духовке сом, это будет филе сома на коже, а подам его с гарниром из запаренной конопли с кипяным маслом и зеленью. Это очень трудозатратно, вот подготовка к тому моменту, как вы в духовку отправите этого сома, сколько занимает? Подготовка минут 5-7, потому что я использую филе сома. То есть уже некий такой готовый в каком-то плане. Можно купить филе, это очень удобно. Ну, я предлагаю дать Андрею возможность приготовить. Приготовить, Андрей, мы вас отпускаем, но ближе к завершению эфира ждем вас опять же на видеосвязи для того, чтобы увидеть готовый продукт. Готовы? Все, да. Андрей Солюма вернется к нам еще сюда по видеосвязи. Мы возвращаемся к Михаилу. Михаил, вообще, насколько нижегородцам сейчас интересен вот конкретно сом, например, да? Да, пожалуйста, все естественно, процесс готовки, разделки. Вот у нас уже две тушки даже появились. Это две филе, вот как раз про что говорил Андрей. У нижегородцев пользуется спросом вообще мраморный сом? Сколько вам это интересно? Те, кто уже пробовал, они в основном остаются нашими постоянными клиентами. Да, очень многие сравнивают его с осетровыми. То есть при сравнивании при этом цены, как бы понимают, что предпочтение отдают наши рыбы. Я как бы пытаюсь убрать, точнее не убрать, а подвинуть на рынке турецкую рыбу. Себаз, дорадо, которые в основном идут дефростированные. То есть моя задача дать потребителю вот этот продукт попробовать. А может быть даже, чтобы в турецких отелях лет через пять подавали нашего российского мраморного? Я вообще в этом не занимаюсь, но... Большой путь впереди. Да, большой в путь. На самом деле это так. Главное, чтобы потребитель получал свежий натуральный продукт. Продолжается прямой эфир. Мой желудок шкварчит, потому что мы сегодня исключительно вкусную тему. Рыбную взяли и говорим об этом с людьми, которые в этой теме плавают как рыба в воде. Мы сделали это сознательно в преддверии выходных для того, чтобы вы вкусно могли провести время на даче или здесь в городе с друзьями удивить их чем-то. Вот мы смотрим, она красная, практически как красная рыба, напоминает нам. Михаил, это вот нормально или это как раз правильно? Нет, это как раз говорит о том, что рыба свежая, потому что это внутримышечная кровь как бы выделилась, и она убирается путем промывания. Но если вы возьмете уже не свежую рыбу, то есть не то, что не сегодняшнюю, вчерашнюю или еще что-то, вы это уже не увидите. То есть как показатель качества рыбы свежести. Да, некий показатель свежести, да. То есть эти же вкрапления, они будут уже бордовые, либо коричневые вообще. За время нашего разговора поступил вопрос про рыбу-тилапию. Многие сравнивают ее с самым, потому что она тоже где-то питается какими-то придонными вещами. Знаете про нее? Ну, я про нее меньше, конечно, знаю, чем про сама, да. Но, опять же, тилапия здесь у нас нигде не произрастает, нигде не культивируется. Поэтому сравнивать ее как конкурента, да, я могу, может, ее сравнивать с речным самым. Потому что у них одинаковый образ жизни. Вот. И эта рыба живет в чистой воде, питается специализированным кормом. То есть это немного другое. Это, как сказать, осетрая сейчас называют это сом в смокинге. Потому что у нее шипы, у нее немножко другая мордашка. То есть по наполнению это та же самая рыба. А сом это такой рубаха-парень, да, по-нашему получается? Да, да, да. Наш нижегородский. Наш нижегородский, да, африканский сом. Герой произведений Максима Горького, может быть, это про это. Давайте о полезности поговорим еще с одним экспертом. А к нашей беседе присоединяется врач-диетолог Татьяна Жировская. Татьяна, добрый день. Татьяна, проходите. Рядом с Михаилом присаживайтесь. Вот, слушайте, на самом деле мы говорили об этом в начале программы. В советское время такое ощущение, что был у нас в стране культ рыбы. Ну вот рыбий, жиры, рыбные четверги. Кто-то говорил среда, кто-то четверг, вот по-разному. Сейчас как-то меньше про это стало. Люди поняли, что это не так полезно, что ли, или почему? Или почему, да, вот. На самом деле в советские времена была другая ценовая категория рыбы. Она была намного дешевле. Она была доступна. И доступна людям, конечно. Сейчас к нам пришел импортный фастфуд. Вот, птица, да, быстро выращивается. Сейчас птица, свинина очень быстро выращивается. Стоит намного дешевле. Человеку это более доступно. И, соответственно, люди стали больше кушать красное мясо, которое богато насыщенными жирами. И, к сожалению, рыбу на самом деле сейчас очень мало едят. Дети практически не приучены сейчас к рыбе. Но это вот обидный момент, и его нужно восполнять. Вот сколько раз в неделю, например, на столе у среднестатистического россиянина должна появляться рыба для того, чтобы был полный набор микроэлементов, и все это восполнялось в полном объеме? Вообще сейчас институт питания рекомендует включать рыбу в ежедневный рацион. То есть каждый день мы должны кушать так или иначе? Да, нежирные сорта. Жирные сорта один раз в неделю, два раза в неделю при хорошей работе поджелудочной железой, желудочно-кишечного тракта печени. Вот если мы говорим про сомал, это жирный сорт рыбы или нет? Это прекрасная рыба на самом деле. Во-первых, посмотрите на красное, это значит, она богата железом. Также сом на специализированном питании, он богат омега-3 поленасыщенными жирными кислотами. Это очень важно, потому что... Это для чего, да? Да, смотрите, в красном мясе омега-6 жирные кислоты, они с омега-3 антагонисты. То есть если, допустим, омега-3 снижает воспаление, в красном мясе омега-6, наоборот, усиливает воспаление. Допустим, профилактика атеросклероза омега-3 снижает, холестерин вредный, именно холестерин. Омега-6 увеличивает его наоборот. Вот у нас пошёл рост, да, тенденции к росту как раз холестерина вредного, потому что люди упор делают на красное мясо. Сейчас в лабораториях можно сдать анализ, называется омега-3 индекс. То есть любой человек может посмотреть свой омега-3. Лучше, если он будет 8, а ещё лучше, если он будет 12, потому что если омега-3 индекс человека менее 8, скорее всего, у него будет развиваться возраст зависимых заболеваний. А это достаточно опасно. Есть какая-то статистика? У нас, наверное, всё-таки, как правило, этот индекс омеги, он ниже, чем вот вы говорите. Да, он очень низкий. Пациенты, которые у меня были, сдавали, ни у кого не было омега-интекса выше 8. И это очень плохо. Вот, пожалуйста, развитие ожирения у нас, развитие эндокринных нарушений различных. Ну, правда, мне бабушка ещё говорила, с рыбой не разжиреешь. Да, все алиментарно-зависимые заболевания очень тесно связаны с дефицитом омега-3. Михаил, как часто в вашем рационе рыба оказывается? Понятно, что каждый день практически видитесь и с самами, и с тем, но... Или на работе уже настолько насмотрелись, что видеть не может. Дома-дома. Нет, на самом деле продукт универсальный. Из него можно делать котлеты, тефтели, пельмени, фрикадельки. Пельмени сама, представляете, друзья? Да, ну, с мясом сама, то есть он универсальный. То есть его можно есть каждый день и получать каждый раз с удовольствием от нового блюда. То есть сам я ем, ну, наверное, практически каждый день. Татьяна, у нас зрители спрашивают, наверное, больше вас. Всё-таки как диетолог посоветуете, если каждый день употреблять рыбу, то в каком виде? Это рыбный суп, это парная рыба, это жареная рыба, что полезнее? Всё зависит от вашего состояния здоровья. Вообще рыба рекомендована есть либо отварная, либо запечённая, либо паровая. То есть можно даже из фарша сделать котлетки, из рыбы даже того же самого сама и сделать, на пару паровые котлеты. Если желудочно-кишечный тракт здоров, то можно себе делать бульоны рыбные. То есть если печень здорова, если нет заболеваний поджелудочной железы, бульоны рыбные, уха, да, вполне сойдёт. Также рыбу, если говорить о сочетаемости, очень хорошо зеленью с салатами делать. Это на Новый год, мне кажется, у всех вот это вот... Место селёдки под шубой, да, которую мы так всё любим, по большим слоям майонеза, как раз запечённая рыбка с овощами, с натуральными маслами, будет очень даже хорошо. Самое то. Детей чем лучше удивлять? Дети, вот опять же, если говорить о рыбе, они очень плохо едят рыбу, к сожалению, потому что неприучно, ещё раз повторю, она костлявая, да, им не хочется выбирать, допустим. Мне всегда папа косточки вытаскивал из рыбы, когда я был моим. Он был хороший папа, не у всех. Поэтому, насколько я знаю, то есть у меня были пациенты, которые ели мраморного сома, они делали из него фарш и запекали котлеты. И говорят, что не отличишь от мясных котлет. Дети ели с удовольствием, на самом деле. Слушайте, удивительная история. У нас продолжает засыпать вопросами телезрители. Опять, видимо, вопрос к Татьяне. Какая же рыба всё-таки полезнее, речная или океаническая? Почему я так человек написал? Слышал, что океаническая рыба более богата на полезные вещества. Ну, как-то так. Здесь опять нужно разбирать, какая рыба. Допустим, взять тунца. Он себе может скапливать ртуть. Ой. Да, сибаз, допустим. Он тоже может тяжелый металл себе хорошо скапливать. Поэтому, возможно, да, по белковому составу, по омега-3 составу, по витамину D. Если морская, океаническая рыба выше, но, опять же, если она фермерская рыба, и производитель среди состава, за питанием рыбы, за то, что пруды были чистые, то есть состав, конечно, и безопаснее будет вот эта рыба, которая фермерская речная. Какое хорошее сочетание. Фермерская рыба. Да, если взять речную рыбу, то есть если отстраниться, да, от сама, она опасна паразитозами, поэтому её нужно очень хорошо проваривать на самом деле. Это уже надо понимать, да, все опасности. Поэтому лучше найти человека и взять уже... Проверенное качество, да. Михаил, вот теряет ли рыба в замороженном виде свои некоторые свойства? Обязательно ли она должна быть свежей? Или мы можем заморозить легко в морозилке, а потом... Через 120 лет достать сама. Да, ну, через 120 лет не рекомендовал бы её доставать сама, да, но так, если правильная заморозка, да, шоковая происходит, то рыба, в принципе, сохраняет большинство своих полезных качеств, ну, и потом её можно приготовить. Но особое удовольствие потребитель испытывает, когда получает свежий продукт. К тому же он доступен, как бы, ну, в нашем регионе, да, то есть получать продукт, который сегодня ещё плавал, то есть свежевыловлен, то есть это даже некий эксклюзив, я бы сказал. Вот спрашивают как раз люди, самая большая особь, сколько килограммов может быть? Семья большая, подписал человек. Ну, мы пока максимум, что вылавливали, 2,4 килограмма. 2,4? 4,4 килограмма, да. Ну, больше они в основном, как бы, не растут, потому что есть определённый, там, курс, который мы выращиваем, на что мы нацелены, как бы, при производстве, всё-таки у нас производство. Ещё вопрос. Есть правда ли, что мясо рыбы влияет на мозговую деятельность? Конечно, напрямую, потому что рыба, как правило, если она на правильном питании, опять же, если чистый корм, она содержит себе большое количество омега-3. А омега-3 жирные кислоты, они как раз необходимы для деятельности мозга. Вообще, если мозг взять, это жир, да, мозг состоит от жиров, поэтому ни в коем случае из рациона жиры, здоровые жиры, подчеркну, мы не исключаем. То есть нужно как минимум 3 раза в день есть пищу, которая всё-таки содержит себе богатые жирами. И, в частности, омега-3 жирные кислоты, потому что у современного человека действительно дефицит. Плюс ещё холин. Холин также есть в рыбе. Сейчас ведутся исследования, профилактика болезни Альцгеймера именно веществом холин. То есть можно будет, скорее всего, снизить заболеваемость. То есть я подумал, что можно элегантно задеть человека, который, по вашему мнению, не сильно умный, и сказать, мало рыбы ел. Мало рыбы ел, да-да-да. А не зря в советские времена же говорили, рыба – это фосфор, рыба – это жир, рыба – это быстродоступный белок. То есть если, допустим, мясо в желудке у нас 5 и более часов может находиться, рыба в зависимости от состава до 3 часов, то есть на быстрее у нас всё-таки… Тяжести это и нет, вот этой долгой, да? Нет этой тяжести, да. То есть на быстрее у нас разбивается на аминокислоты, и быстрее уже идёт в работу. Так вкусно все рассказывают, у меня полный рот. Ну, действительно, мы ведь живём в бешеном ритме, иногда себя оправдываем тем, что нам некогда приготовить. Можно ли вот все те свойства, которые есть у рыбы, компенсировать комплексом витаминов? Купил баночку, с утра выпил таблеточку и побежал дальше, думая, что все омеги, которые необходимы… Я же пью эти таблеточки. …у тебя есть, да, в организме, они всё вот это компенсируют. Ну, во-первых, что пить витамин нужно сначала подтвердить, что у вас есть дефицит, сдать определённые анализы, потому что витамины можно как помочь, а можно и навредить. Во-вторых, опять же, те же самые витамины, которые в баночке, вы сказали омега-3, да, а вы читали состав, то есть смотришь на баночку, написано омега-3, 1 грамм, а смотришь дальше, действительно, состав, а там омега-3, да, 300 грамм, там 200, 300 миллиграмм, 200 миллиграмм, а 1 грамм – это рыбьего жира, то есть там нет почти омега-3 получается. Пустышки такие получаются? Получаются пустышки, да. Я не против дополнительного приёма омега-3, да, к уже готовому продукту, потому что с бадами очень сложно восполнить действительно тот уровень омега-3, который необходим. То есть натуральный продукт не заменит ничто? Не заменит ничто. Но как дополнительный, если у вас накопили дефицит, да, вы можете прибегнуть уже к баночкам. Рыбная тема у нас сегодня в программе «День за днём». Мы ведь, кстати, в самом начале программы дали задание нашему большому другу и постоянному кулинарному эксперту Андрею Сулеме, чтобы он что-то такое изобразил. Нас чем-то удивило. Он перечислял что-то, да. Ну, конечно, и запах вот этой вкусноты не почувствуем. Но, по крайней мере, сейчас спросим у него рецепт, как вот быстро приготовить, а он обещал за 20 минут, приготовить сама. Время прошло. Андрей, приветствуем еще раз. Возвращаем вас в эфир. Нужно вернуть звук, нажать кнопочку, видимо, специально. Микрофон Андрей выключил. Да, Андрей, включите, пожалуйста, микрофон снова. Не хочет Андрей включать микрофон. А мы видим, что у вас выключим. Да, да. Вот, теперь да. Андрей, получилось ли выдержать тайминг обещанный? Конечно, получилось. Я как раз занимаюсь сервировкой финальной блюда. Вот, у меня получилось такое блюдо. Так, выглядит красиво. Можно и чуть подальше, Андрей, для того, чтобы мы целиком увидели. Да, 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 да. Вот так, и чуть-чуть зелень. Вот, отлично. Что это такое, Андрей? Рассказываем по частям. И как мы это приготовили? Давайте пошагово. Вот, вот так видно. Сом запеченный в фольге. Я его посолил, поперчил, добавил немножко имбиря и чеснока. Поставил запекаться, температура в духовке 220 градусов. 10-12 минут запекал. Вес филе 100-120 грамм. И подаю с кашей. Можно подавать, в принципе, с ризотто, можно с рисом. Я подаю с кашей из конопли, с кабачком и томатами. Я до кипения довел 150 грамм воды, добавил туда 50 грамм резаного кабачка, добавил туда пол томата, проварил, слегка присолил, добавил маленький кусочек имбиря и добавил 4 ложки ядер конопли и немножко конопляного масла. До кипения довел, снял. Добавил чуть оливкового масла, все готово. По сути дела, даже на завтрак можно было. 12 минут для приготовления рыбы. Это достаточно? Это немало? У нас не получится сырой продукт? Ну, тут зависит от размера куска. То есть у меня был кусок 100 грамм. Я заранее разогрел духовку, мне хватило времени, чтобы довести его до готовности. Можно 15-18 минут, чтобы уж не думалось. Чтобы не переживать, чтобы наверняка. Выглядит весьма... Я сейчас сел на диету и буду худеть. Мне нужно много рыбы. И я решил в этот раз попробовать использовать единственную рыбу сама. А так вы хотели вообще в жестком варианте обойтись даже без рыбы? Да нет, так обычно себаздорадо, но это не наша рыба. И я все-таки за локальный продукт, который у нас. Ну что ж, Андрей, мы желаем, во-первых, успешной диеты, вкусного... Я вижу, что блюдо вкусное. У меня глаз наметан. Я сейчас через экран понимаю, что... Мы успеем после эфира, Андрей, доехать до вас и попробовать эту вкуснятину? Я не расслышал. Вы вопрос задали, извините. Мы успеем после эфира доехать до вас и попробовать эту вкуснятину? Или уже ничего не останется? По Чаинской, 17, кулинарная студия Андрея Сулимы. Милости прошу. Хотите научиться готовить? Приходите к нам. А если вам интересно готовить, не выходя из дома, то мой новый проект «Я шеф-повар» как раз вам поможет. Это доставка продуктов с рецептами, с моими рецептами. Отлично. Я думаю, что... Спасибо огромное. Не случайно Андрей Сулима переспросил два раза твой вопрос на тему того, что можно к нему приехать. Для того, чтобы затянуть это как-то, да? Все-таки человек диеты, я думаю, что мы можем это не увидеть после эфира. Но, тем не менее, весьма, весьма вкусно. Татьяна, интересно, как приготовил Андрей. Хотелось бы попробовать. Ну, с конопляной кашей, конечно, честно говоря, ни разу не пробовал. Интересно. Интересное сочетание, согласны с вами. Но давайте мы с вами еще ближе к завершению эфира и поиграем, узнаем, насколько вы знаете рыбью жизни хорошо. Потому что вы нам рассказываете о том, чем рыба полезна, чем сом хорош. А мы, поскольку у нас главный герой сегодня сом, поискали тоже разные факты жизни, как сказать, сомовьих, как это происходит, и предлагаю для вас викторину. Вам нужно биться в команду и ответить на четыре вопроса, которые мы зададим. Каждому вопросу три варианта ответа, один только правильный. Попробуем? Готовы? Ну все, тогда давайте поиграем. Тут все весьма, весьма просто. Вопрос первый. Если в природе сом обитает в благоприятных для него условиях, то он может прожить 30, даже 50 лет. Кстати, у вас, Михаил, максимум сколько они живут? Год, к сожалению. А в природе? Больше возможностей нет. Как вы думаете, каков рекорд для продолжительности жизни сома? Их теологи официально установили. То есть они нашли особь, которая либо 65 лет прожила, либо 75, либо, может быть, даже век, вековой сома. Представляете? Люди столько не живут. Ну, почему? Есть и люди, которые столько могут прожить. Да, какой вариант бы вы выбрали? Я 75 выберу. За 75. Поддержите? Вы за 100? Интересно, чем ты? Ну, значит, профессионал. Михаил, вы абсолютно правы. И действительно, рекорд это 75 лет. Может быть, Татьяна, не переживайте, есть, которые до 100 доживают. Просто они скрываются. Я не знаю, что они столько живут. Хорошо, молодцы. Ответили правильно. Идем далее. Следующий вопрос. Знаете, существует очень много видов сомов, вот всяких разных, вот как только они и называются. Вот сейчас появляется три вида, да, сом канальный, сом солдатого или сом пучехвостый. Одного из них не существует. Мы его сами придумали. Нет его в природе. Вот какого пучехвостого? Михаил пытается понять, до чего они могли дофантазироваться и какого-то сама они придумали. Сом канальный. Сом канальный, мне кажется, это вообще какая-то криминальная кличка могла бы быть какая-то. Как вы думаете, какой мы придумали? Я пучехвостый. Не бывает пучехвостый. Не хотите пучехвостых разводить? Мраморный пучехвостый и сом. Канальный точно, солдата, может, кто-то назвал в честь себя. В честь самого себя, да? В честь самого себя поймал, да, какой-то у себя, а вот пучехвостый, вот что-то мне... Татьяна, вам что интуиция подсказывает? Не представляю я пучехвостого сама. Сом солдатого. Думаете, что сом солдатого, это выдумка, думаете? На самом деле не существует сома пучехвостого. Вы, Михаил, опять же, правы. И методом исключения вы выбрали правильный вариант. Мне кажется, красиво бы выглядел пучехвостый сом. У тебя есть возможность развести такую сома? У него красивый хвост, который он перед самкой вот так вот раскидывает. Сом павлин такой, да? Да, сом павлин, почему нет? Идем далее. Здесь, в общем, следующий вопрос из жизни сомов. У них есть, естественно, брачные игры. И они, по мнению их теологов, очень напоминают одну детскую игру. Илья на мне тестировал этот вопрос, я ответил он неправильно. На какую детскую игру похожи брачные игры сомов? А они у них действительно есть. Пока наши гости думают, скажу, что на одну девочку сама приходится 4-6 претендентов. Это конкурс как в Лобаче практически. Михаил, правильно? Ну да, 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 примерно так. Обычно 3-4. Это вот у людей бы еще так же, да? Слушайте, это другая тема, другой программы. На что похоже? Естественно, конкуренция. Давайте, в прятки они играют, в догонялки или в городки? Ну вот 6 сомов бежит, да, девочка должна спрятаться, может быть. Даже для меня это сложно, я не наблюдал, извините, это нечто семейное, интимное. То есть вы уходите в это время и выключаете свет. Я ухожу, да, как бы сами. Татьяна, здесь ваша, видимо, женская интуиция должна сработать. Представьте, что вы сом, девочка сом. Ну давайте скажем, что... Давайте прятки выберем. Пусть девочка прячется. Я в догонялке буду. А вы в догонялке? Да. Вот я как девочка тоже ответила, прятки, и это неправильно. На самом деле они играют в догонялки, наверное, как и большинство рыб, просто друг за другом. А потом, если мальчик сом догнал девочку сама, они, значит, падают вниз туда, на дно, находят длинную ямку, и, в общем, там у них ночь. Всё случается. Ты теперь знаешь всё. Я теперь знаю всё. В заключении ещё один вопрос. С сомом связана народная примета. Если рыба появилась на поверхности водоёма днём, то это... Либо это к снежной зиме, либо, знаете, к деньгам, либо к непогоде. Реально существует такая примета. Это, кстати, сом всплывает в таких случаях брюхом кверху. Михаил, не ходите на рыбалку? Хожу каждый день. Вот представьте, вы вот ходите день, да, не знаю, там, до двух часов достояли, раз всплывает сом. У нас они всплывают, чтобы дышать. Так. К чему это? Может быть, что-то не хватает? У нас к деньгам. В вашем случае, да, мы поняли. Татьяна, какой бы вы... Может быть, им кислорода не хватает? Денег, может, им тоже не хватает. У нас сом просто... У него система дыхания такая. Он может дышать атмосферным воздухом. То есть, у него, помимо жабр, есть еще, ну, такие легкие кларии. Он еще и кларивый называется, поэтому... То есть, он может выйти на берег, сходить в магазин? Он два дня может жить без воды. Вот это да. Да, и в своем регионе, он как бы снило, идет этот африканский сон, да, то есть, они там в засуху могут переползать из водоема в водоем, по суше, то есть, находить другие водоемы, если вдруг пересохлых водоем. То есть, если мы искали сверхразум, то... Ну, здесь, я думаю, что, скорее всего, может, к снежной зиме, пусть это будет. Я скучаю по снежной зиме. Татьяна? Как сказать, чувство противоречия, должны за другой вариант проголосовать. К непогоде. К непогоде. И тут, действительно, уже Татьяна победила, потому что к непогоде. На что я и намекала, может быть, кислорода в воде не хватает или еще что-то. Вот какие-то волнения, видимо, в голове у рыбы происходят, и они пытаются как-то восполнить это, всплывая на поверхность. Вот такая у нас викторина. Говорим спасибо гостям. Вы молодцы, на самом деле, где-то интуицией, где-то логикой, но нащупывали правильный ответ. И есть еще вопрос от телезрителя. Правда ли, что сом может увести рыбака на дно? Крупный, да. Они очень сильные. Очень сильная рыба. То есть даже особи полтора килограммовые, удержать его в руках очень сложно. Это могучая рыба. Да. Вот видите, какое существо мощное. Умное, мощное, хитрое. Все это про нашего сегодняшнего героя. Я надеюсь, мы сегодня за рамки эфира успели сделать все. И показать вам, как разделать правильно рыбу, не боясь. Помните, у головы нащупать, резко разрубить, потом надломить. Дальше мы получаем массу еще приятных моментов. Там и печень рыбы, там и, возможно, икра, а, возможно, молоки рыбы. Дальше, опять же, Михаил показал, как разделать правильно и получить вот такое нежное филе, для того, чтобы потом его приготовить по рецепту Андрея Сулимы. А это тоже все доступно в интернете. Ну и диетолог нам рассказал о том, насколько полезна и вкусна эта рыба. Тем интереснее нам, друзья, узнать, как вы проголосовали в нашем опросе интерактивном. В течение этого часа мы спрашивали, как часто вы вообще едите рыбу и рыбные продукты. Ну ладно, мы обобщили вопрос не только, собственно, сама тушка рыбы, но и консервы. Все, что со вкусом рыбы. Любопытный здесь результат. У нас давно не было, мне кажется, такого голосования. Каждый третий, ну, примерно поровну распределились голоса, каждый третий ест один раз в неделю. Я прямо рад за этих людей. Ты, Илья, прекрасно знаешь, если где-то есть возможность поесть рыбу, я выбираю рыбу. Если где-то есть возможность поесть, Оксана выбирает эту возможность, я пускал. Вариант тоже примерно третий набирает раз в месяц, но это тоже неплохо, я бы считал. И, на удивление, есть люди, которые не едят рыбу вообще или едят очень редко. Татьяна, что бы вы сказали таким людям? Все-таки я считаю, что старайтесь включать рыбу в свой рацион ежедневно. Хотя бы два раза, два-три раза в неделю. Потому что, опять же, быстро доступный белок, да? Сейчас люди страдают, даже такой диагноз снова появился, как саркопеническое ожирение. Люди вроде визуально стройненькие, худенькие, а когда делаешь имбиломпедасметрию, смотришь компоненты состава тела, оказывается, у них ожирение. Это всё дефицит белка, к сожалению. Современные поколения страдают этим, в том числе и дети. Поэтому рыбу старайтесь включать как можно чаще. И самое главное, наверное, выбирать надо качественную рыбу. Не покупать вот где-то там на развалах рыбу, которая уже под солнцем, под палящим лежит. На обычных дорогах часто такое бывает. Выбирать качественную рыбу для того, чтобы не было обидно и больно. Да, Михаил? Да, всё верно. Ну что ж, пусть весь рыбный стол у наших телезрителей будет всегда вкусным, полезным и свежим. Это важно. Говорим спасибо нашим экспертам, говорим спасибо Андрею Сулиме за видеосвязь.